всем привет дорогие друзья угадайте куда мы с вами сегодня идем да да снова в зару не удивляйтесь я не собиралась снимать очередное видео про зару ну просто так получилось что я кое-что купила и кое-что пошла сдавать не тот самый свитер еще нет я до него еще меня не дошли руки я обязательно когда буду сдавать его и я вам расскажу историю чем кончилась меня многие спрашивают чем кончилась история с в кавычках кашем кашемировым свитером который мне прислали а сегодня нет я сдавала что-то другое и просто не могла удержаться от того чтобы не поснимать в заре потому что то что там творится в кавычках да просто вызвало у меня такое знаете желание вытащить телефон и начать снимать я не знаю видели ли вы ролики последней коллекции зары но вот перед вами то что там происходит сейчас вот это буйство невероятных красок которые по моему никогда не было такого разнообразия разноцветия как сейчас в магазине зара я подозреваю что поскольку зара в принципе сама не является законодателем мод и не производит какие-то тренды а в основном пользуется тем что что производят другие более так сказать дорогие компании я понимаю что эти тренды пришли к нам не и зары в общем-то из мировых домов моды зара так сказать подхватила радостно это все и понесла в народ так что вот яркость и броскость и невероятное разнообразие красок причем не просто красок таких невероятно ярких флуоресцентных вообще я бы сказал цветов просто поражает и зашкаливает много есть интересных вещей но я хочу сказать что я вот рассматривала рассматривала и с удивлением обнаружила что есть вещи которые они как бы из коллекции в коллекцию повторяют вернее я знала об этом но они как-то всегда их модифицировали а сейчас я смотрю например вот эти шорты и топик который я показывала вот до этого это как бы такой получается комплект я точно помню что вот этот топ он был в предыдущей зимней коллекции они снова повторили один в один сделали там еще будет пару вещей которые я заметила которые уже были у них в прошлой зимней коллекции они как бы перенесли весеннюю коллекцию может быть я ошибаюсь но мне так кажется если нет поправьте меня девочки я нашла некоторые вещи на их веб-сайте поставила картинки рядом для так сказать лучшего просмотра но во всяком случае вот смотрите наблюдаем оранжевый желтый ярко синий ярко розовый просто ну вот нет слов понимаете причем не просто синий не просто желтый а такой синий желтый что вырви глаз называется просто глазам больно на все это смотреть не только я хочу сказать что там в конце потом я сняла там есть целый такой раздел с вещами так и черно-белые очень очень такие неброские так что зара на все фронта работает но вот большинство конечно вещей очень большое количество вещей в магазине это такие совершенно невероятно яркие вещи которые ну вот смотрите честно говоря я очень люблю яркие вещи я фанат ярких вещей но есть честно то даже для меня это как-то немножко тумать что называется я вот не знаю надену ли я вот такого цвета пиджак например даже вот со всем остальным бежевым молочным или черным надену ли я такой пиджак может быть более более молодые девчонки могут так сказать носить такие более яркие вещи нет это даже не в этом дело мне кажется это вопрос вот как-то приоритета вкуса кстати посмотрите какая обувь я хочу сказать что вот такая цветная обувь у них уже несколько сезонов вот этой зимой тоже было очень много цветов в обуви именно таких ярких то есть базовые там не какие-то такие что ко всему подойдут а вот именно туфли босоножки таких не необычных броских ярких цветов розовые сиреневые какие-то очень синие голубые такие знаете которые сами по себе туфли это являются statement piece вот такая вещь которую ты надел и все то есть как бы к ним больше ничего не надо это уже такая вещь что вас в ней заметят только потому что это такой цвет что вы можете одеться во все черные такие туфли и вы как бы будете все равно выглядеть вы будете видны в толпе вот и в этом в этом сезоне они тоже повторили вот эту яркую обувь я должна сказать что это очень непрактично конечно намного удобнее иметь пару черных туфель пару там бежевых каких-то босоножек и что такое коричневые а такие туфли это в общем то одежда которую вы наденете ну может быть несколько раз в году потому что к ним нужно очень очень подбирать все остальное трудно подобрать остальной гардероб но поэтому я такие вещи вот если да покупать только на большой распродаже только когда они совершенно дешевые потому что вкладывать в них большие деньги это как-то совершенно ну и даже не очень большие но вообще допустим даже 50 долларов отдать за такие туфли я считаю что для меня там это в принципе вот 10-15 долларов я могу купить такие туфли пару раз одеть это потом они лежат они занимают место но неважно у меня есть яркая обувь но не такая вот таких как-то ярких я все-таки не покупаю но вернемся к одежде я хочу сказать вот опять пошла серия вот это вот значит у них такими прямо сериями висит розовая зеленая я еще когда папа торговым центру шла и увидела в окне вот эту вот витрину с зелеными зеленой одежды я подумала боже вот это вот моё мою прям все-таки зелененькое то что я люблю видите цвет немножко искажает вот на веб-сайте в этот жакет он такой зеленый а здесь он такой голубоватый но он такой вот такой морской волны брюки к нему и другой жакет такого же цвета кстати вот этот фасон вот этих жакетов они выпустили их в разных цветах вот такой морской волны потом розовый я уже снимала потом будет желтый такого такого же фасона приталенный узенький без лацканов не то мода вернулась на них не то зар как-то немножко ушла в какое-то знаете такое знаете делать какие-то вещи старомодные но который народ любит и покупает не знаю не уверена честно игре вот эти вот пиджачки без лацканов узенькие приталенные наверное снова вернул вернулась на них мода потому что зара в принципе очень так держит руку на пульсе хотя я хочу сказать что много-много лет включая этот сезон я нашла в заре сейчас вот эти пиджаки знаете не сняла жалко а я не знаю если вы поймете о чем я говорю с такими собранными рукавами если найду на их в описании вставлю картинку сюда с такими знаете рукавами собранными на на такой знаете как защипу и на какой-то такой вот лацкан или как это сказать я не знаю в общем короче вы поняли меня да вот эти руб собранные рукава которые совершенно совершенно вышли из моды уже очень-очень давно зара все их продолжает продавать хорошенький светорок смотрите какой ну вообще тоже конечно все цвета радуги и оранжевый голубой и цветочек на пузе такой знаете для для девушек веселых такие дети дети цветы такие хиппи хиппи я тут знаете пыталась перестегнуть этот пиджак я не могу видеть когда в магазине какой-то непорядок я что-то не поняла как они его застегнули очень странно но у меня что-то не получилось так и оставила как есть платье такое тоже вырви глаз очень яркая очень красивая опять же хочу сказать что у меня есть несколько таких платьев очень сложно их носить они довольно такие знаете сложные в компоновке снова вернулась я к этому вот безобразию разноцветному просто от меня как магнитом туда тянуло но согласитесь что красиво ну красиво да но очень-очень ярко с трикотаж очень яркий жилет с вышивкой такой но очень толстый вот у него нет рукавов то есть это жилет но он такой такой толстый толстый вязки ниток знаете которые в нем будет жарко но в общем короче ну красивая такая вот вышивка сделанная очень симпатичная рядом с ним лежит вот та самая зеленая кофточка которую я хотела вам показать что я мне кажется они повторили ее я давным-давно в начале зимы в одном из своих логов дело с ней примерку то есть я как бы в магазине ее примеряла и я снова вижу что он не снова лежат на в новой коллекции то есть по моему один к одному они повторили вот то что они уже делали это как-то странно мне кажется зара раньше такого не делала может быть я ошибаюсь может и делал много всякой отделки видите вот такие вот вот совершенно белая блузка но с какими-то бусинками какими-то пришитыми много такой немножко кич конечно все это такое вот опять пуговицы красивые цветные отделка какие-то блестки нашиты какие-то бусинки много такого но это как бы везде это не только в заре тоже видите немножко искажает цвет на самом деле пиджак такой нежно-нежно-голубой или илья неправильную картинку нашла но по моему очень похож на то что я нашла на веб-сайте красивые вот этих пиджаки опять же из сезона в сезон они делают их разных цветов вот эти твидовые пиджаки очень красивых цветов разнообразных с красивыми пуговицами ничего нельзя сказать красивые вещи но опять же вот одно и то же одно и то же одно и то же и очень красивый голубой свитер очень красивого цвета и очень красивые синие тоже твидовые брюки кстати мне кажется что в комплекте вот с голубым пиджаком потому что у них ткань очень похожие выделки и я думаю что они будут выглядеть довольно неплохо вместе вот именно такой темный темно василькова синие брюки и такой светло-голубой пиджак и вот здесь на самом деле вещи все висят по цветам вот в клетку пиджак затесался сюда случайно я его сняла потому что он не мешал снимать другой синий пиджак тоже твидовый немножко другого фасона он с одной пуговицы те такие двубордные а этот на одну пуговицу застегивается но вот видите весь весь вся полка такая вся вешалка увешана вещами в одной гамме цветовой синие голубые и в принципе вот что удобно что если вы хотите что-то покупать то можно вот так вот прийти просто с одной полочки похватать все оно все друг другу подойдет и все можно все можно совмещать много шарфов кстати несмотря на то что это весенняя коллекция намного теплых шарфов 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 опять же поправьте меня если я не не сто процентов ударение хороша и я хочу сказать что вот это вот самое вот это вот полка которая спокойная для девочек которые не любят яркие цвета вот черные черно-белые в клетку вот этот очень красивый жакет просто бесподобно красивый мне кажется он такой знаете классический идеальный вот такой вот жакет можно купить и на все времена и очень надолго его носить это действительно хорошее вложение в отличие от этих вот ярких ярких цветных ну кому что нравится вот это вот уже это не распродажа это как бы special price у них называется это то что после распродажи они всегда у них на сайте есть вещи которые как бы вот между распродажами у них есть вещи которые по специальным ценам как они это называют они немножко подешевле они немножко подороже чем вещи на распродаже но они как бы дешевле чем основная коллекция и вот у них уже появились эти вещи довольно много там брюки трикота брюки кожаные трикотажные свитера всякие обувь немножко вот и вот это вот тоже вот вещи такие очень очень спокойных цветов интересно такое как бы платье рубаха с интересным поясом очень плохого качества просто сама сделана это вот это все вещи из какого-то очень дешевого материала очень плохо сшиты и очень дешевый такой металлический пояс несмотря на цену 80 долларов выглядит это все очень очень дешево красивые украшения я вам хочу сказать что в заре прекрасные великолепные украшения очень хорошего качества у меня есть много украшений зары они мне служат очень давно они нигде не облизают они не ломаются они сделаны из очень часто в них присутствует натуральный материал я имею ввиду конечно не золото серебро хотя у них и серебряные тоже появились несколько лет назад вещи иногда бывают у них в коллекциях special вот эти вот всякие limited edition но у них очень часто вот камушки вот эти все это натуральные камни жемчужинки это натуральный жемчуг вот всякие знаете цветные бусинки это это стекло то есть не не пластик совсем дешевый а вот такие вот довольно хорошие материалы и всегда очень интересный дизайн вот посмотрите серьги и колье можно подобрать в комплект очень интересные действительно забавные но такие знаете с фантазии с интересные вещи нравится мне бижутерия но опять же я покупаю обычно распродажи потому что но за полную цену как-то это немножко не знаю 25 долларов серьги например или там 40 долларов какая-то какие-то бусы какой-то ожерелье с 25 долларов серьги можно купить серебряные два опять же кому что нравится это молодежная линейка у них я так понимаю хотя вы знаете у них когда-то была линейка tf называлась но она пропала сейчас у них вообще сейчас нет у них было раньше zara woman zara basic и вот это тире сейчас у них нету такого на этикетке просто zara и zara и все но вот в этом углу я знаю что висит молодежная линейка опять же по фасоном это видно опять же размерчики там такие совсем я там даже по моему в экстраларш не влезаю в их вот в эту вот молодежную линейку но тоже безумно яркие цвета безумно флуоресцентные цвета вот это интересные брюки я помню была такая мода на газетный принт вот как из газеты известное очень платье в сериале sex in the city на главной героине керри брэдшу по моему платье от dior у нее было платье вот таким вот принтом это прям такое знаете очень очень известное платье и много про него говорили много обсуждали по моему она винтажного не тоже было но я не уверена вот ну и вот такая вот коллекция девочки много вот каких вот вещей еще было знаете этнических продолжают они их выпускать и зимой и летом прошлом прошлом сезоне было очень много этнических вещей в этом сезоне они тоже появились я уже смотрю ну все девочки на этом все надеюсь что вам понравилось было интересно ставьте мне лайки подписывайтесь люблю целую в примерке будут наверное когда-нибудь в каком-то из следующих видео обязательно сделаю примерки новых вещей зары а на сегодня все люблю целую пока пока бай